здравствуйте друзья доброе утро мы в санта-круз суббота и ну где-то 10 там 30 может быть утра мы пошли на farmer's market и мы бывали здесь неоднократно но вы как бы понимаете что одно дело когда урожай сезон там со всех сторон там все цветет и пахнет и совсем другое дело когда на носу вот практически первое февраля там через пару дней уже мы будем уже феврале поэтому другой рынок ну вот мы видим орешки орешки 6 долларов фунт так мешках таких вот зеленюшки тоже есть но вообще конечно рынок намного более скромный чем мы привыкли с вами видеть до кел чарль замечательно все так похоже на петрушку но не петрушка наверное селандра называется капустка немного немного лимончики вот сезон такой здесь тоже рядышком видите лимоны такое-то ё-моё друзья но вы знаете что это уже осмотрится свекла такие зеленюшечки органическая брюссельская капустка 4 долларов фунт вообще вообще вся плаза немножко такая подвымершая и людей за столами мало кто там покушать и лотков тоже немного как-то вот раньше полный периметр был а здесь так вот по чуть-чуть вы видите инструменты брошенные потому что музыканты отправились в пешее путешествие дети смотрите как домик у них такой получился сейчас пойдем посмотрим чего тут есть более подробно мы хотели на самом деле присмотреться к сладкой картошке сейчас по идее сезон должен был быть пойдем посмотрим сладкой это не петрушка нет это саландра это саландра по-русски тоже называется правда это ну не важно это очень пахучий петрушка жесткая да это очень мягкая так это у нас такие интересные сладкие так а вот и картошка желтенькая она грубая тебе не нравится морковице ну да там вот лук цветная капуська 2.50 все цены за фунт романеско вот это друзья романеско интересно а это брокколи поскольку мест культурное говорят вот туалет хочешь иди туда по совместительству это и домик тоже для деток это место друзья для кофеманов вы даже представить себе не можете какой тут запах они тут же размешиваются и заварить молотим размалывают я извиняюсь слова иногда трудно подобрать хлебушки туда смотреть 20 мы приобрели в этом гостеприимном месте каравай за 6 долларов там значит нам сказали 40 процентов каравай это сказать мука такая не не сильно молотая еще оставшаяся это мука хорошо молотая и там еще изюм и орешки в общем так вот мы соблазнились мягкий очень хлебушек пахнет хорошо чего у нас тут а вот там медок кстати вот смотрите мед продаются снова тема меда у нас ребята интересовались делают мед вот тут продают такие баночки прям стоят на это на этом farmer's маркете продают мед и меда продукты а вот у нас приятно что заказ какой-то выполняет или ведь покажите как медом торгуют цитрусовые видите мандаринчики лимончики разных размеров сортов так вот этот вот конкретный павильон я помню как он тут свел и пах раза в три в четыре больше был яблочки свет как ты думаешь это яблочки вот их прям собирают или они лежат где-то пока попадут на рынок на прилавок пахнут они невероятно очень красивые в смысле запах шикарный красивыми их не очень назовешь но все равно они по-своему прекрасны гала называется а это пиппин да нет десятка сортов есть три но лучше чем нишевом так морковочка господи морковочка ярно свежая посмотри тут висят мешочки пластиковые вот светлана сейчас отрывает мешочек второй мешочек и может быть даже третий нет только два о какие мохнатики редиска редиска мне нравится очень симпатичная так свеколка пучок даже ценника нет вот трудно трудно сказать но все такое вполне доступно давай два пучечка раз пучочек нормально вот проблема выбора давайте мы то я помню как да стоишь стоишь в очереди чем дольше стоишь тем охотнее берешь что дают нет мы хотим попробовать делать сок давай да мы хотим друзья для очищения сделать сок из свеколки давай может быть ее в кашелку какую-нибудь положим подожди кашелку нам заплатить надо я хочу купить свеженькую капусту давай капуста это святое капуста это наше все я поспрашивал они что вот яблоки прямо сейчас собирают говорят нет яблоки собирают в конце лета а дальше держим в специальном хранилище а за исключением яблок все остальное вот то что называется fresh picked то есть вот ток-ток собрали подумалось что морковочка неплохо неплохо по морковочке лук кстати тоже они хранятся не вчера собран ну и сами понимаете друзья приходится догонять в магазине потому что на рынке сейчас мало чего есть но вот в частности фенхель а мы большие потребители слушай это вот там есть крупненькие хорошие фенхель нынче друзья идет по 2.50 за пункт а вот еще совсем недавно мы по доллару правда не здесь по доллару они были на рынке здесь они всегда были полтора-два вон там сзади красавцы стоят я смотрю вот там очень-очень то что надо вот да-да-да-да-да о покажи красавца вот какой так все ты скажи что мы делаем с фенхелем все ну это правда ну просто добавляем его сюда мы это не отдельное блюдо никакое понял все равно как лук что мы делаем из лука все все делаем еще красавец большой нет ты знаешь не очень ну уже ладно 4 головки фенхеля а давай палки оторвем нам уже палки 4 головки фенхеля с пакетики кладутся на весы значит светик сколько там на весах получается я знала как пользоваться этими весами ну подожди ну вот же видно вот 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 3 фунта чуть больше 3 фунтов ну то есть фактически каждый этот фенхель по паунду что свет там не было зеленого лука на лук я не видела я тоже не видел он и здесь такой вид имеет как будто его побили нет его не побили потому что они периодически поливают слушай да он грязный он грязный он грязный потому что дожди идут я понял он свежий он с поля вот его надо просто хорошо помыть потому что сейчас дожди а что один всего? ну куда нам просто там салатик просто сделать семена друзья много разных у нас тут наша mother-in-law из Минска приезжала приобрела семян и потом на даче под Минском у нее выросли гигантские как карета из золушки выросли тыквы и люди все удивлялись откуда такие тыквы вообще на белорусской земле произрастают вот так что она делилась с ними семенами потом со всеми вот отсюда все вот такие морковки разноцветки смотрите морковочки разноцветки политые дождиком красивые ну и морковь конечно совершенно другой вид имеет чем на рынке смотрите ух ух свежий укропчик упаковывается с метланой в пакетик где брала света а вот тут вообще много травок всяких смотри много разных травок в том числе ароматические всякие вот это укроп а это розмарин и вот так можно взять маленькую такую штучку вот и так потереть маленькую маленькую так потереть вот пальцами запах невероятный ой хорошо здесь розмарин растет у людей вот у нас у нас тоже растет перед домом кустик а может его и вырвали был кустик нашли свитпотейта отлично вот они эти свитпотейты друзья все такие кладенькие помнишь нам ивеста подарила маленький он растет розмарин да он вырос за это время он вырос там его обрезали он был размером с яблочко маленькое прижился вот так вот видимо неприхотлив хорошо что будет с этими плодами мы домой заберем тоже потому что в нашем магазине здесь еще они органические в нашем даже неорганических не было поэтому понял ну то есть хорошо мне главное понять что они не оранжевые внутри они белые ну покажи как они оранжевые сладкие совсем да они не сладкие они походу не вкус морковки у нас друзья завтра гости так мы смотрим может быть чем-то их угостить таким не исключительно овощным понимаете вот 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 эти вот по 20 долларов за фунт ну это хорошее мясо нет так оно все хорошее цены разные а вот пожалуйста свининка 6 долларов но это дешевый магазин это дорогой магазин деньги у китайцев это стоило бы 2-3 раза дешевле и друзья видите как и помидорчики они не пахнут они не пахнут маматара это наш любимый сорт вот они тут есть вот есть такие и есть вот такие но когда есть маматара друзья нам уже ничего больше не надо даже такие маленькие симпатичные мы берем маматара берем маматара чеснок слоновый друзья красиво вот вы видите у Светы в руке какие дольки знаешь когда-то у вас на даче такой один год вырос такой чеснок родители как-то были они не были такие они поменьше все равно были там были крупные дольки но не такие а вот скажи в чем смысл такого ты же не будешь там кусать дольку а кто же их кусает? ну еду-то намного проще почистить одну дольку я иногда кусаю мы можем не такой крупный взять поменьше друзья сейчас мы отведаем вот этого слонового так друзья это суши их прямо тут женщина стоит делает свеженькие они не то что там завалялись вот вы видите Света говорит сделайте нам какие-то суши вот она стоит и делает нам наши суши а мы их раз и съедим Субтитры создавал DimaTorzok